Многочисленные застройки территорий города, на месте которых все чаще появляются офисные помещения и торговые центры, уже никого не удивляют. Неудобства горожанам доставляют строительные объекты, которые имеют статус заброшенных, или те, на которых продолжается строительство, но при этом не соблюдаются все необходимые правила безопасности. Конечно, заброшенные строки негативно влияют на окружающие средства, занимают территорию и бросают, не заводят до конца. Это мешает людям. Лучше детские садики строили бы и деньги выделяли бы детям. 13 мая состоялось публичное слушание по вопросу застройки территории по улице Ленина, 26Б. Эта земля была выделена под строительство еще в 2012 году. Как объясняет представитель строительной компании, здания не начинали воздвигать все эти три года по причине длительной подготовки документов. Однако за это время изменилось законодательство. В соответствии с законом застройщику нефтекамстрой была выделена земля, земельный участок. Зарегистрирован земельный участок в рекпалате, соответственно, разрешено его использование строительства административного здания. Однако, ввиду того, что оформление документов на земельный участок занимает определенное количество времени, за это время у нас изменились правила землепользования и застройки в городе нефтекамса. В соответствии с новой редакцией, этот земельный участок, предоставленный в аренду, он уже не соответствует тем требованиям, которые были раньше. То есть его площадь меньше, нежели чем он должен быть сейчас. Согласно градостроительному кодексу, заявление на отклонение предельных параметров земельного участка должно решаться на публичном слушании, где горожане могут отдать свой голос за и против. В среду на публичных слушаниях собралось около трех сотен жителей. Давний земельный участок, который был предоставлен, я не помню, то ли в 2011, то ли в 2012 году, и строительство не велось, а сейчас, скажем, в настоящее время, застройщик решил начать строительство. Он получил ГПЗУ и обратился с разрешением на строительство. Но, как я уже сказал, поскольку участок не соответствует, нужны публичные слушания. Публичные слушания по вопросам резонансных застроек продлятся до 15 мая. Уже завтра будут решаться вопросы по строительству в лесопарковой зоне микрорайона Крым-Сараева, а также блочному строительству гаражей по улице Ленина, 53Б. Начало слушаний в 11 часов в музыкальной школе. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова